У нас сейчас все-таки выступление по актуальным социально-экономическим вопросам. Если мы бегаем по залу, то эти вопросы так и будут оставаться актуальными. Уважаемые коллеги, у нас была большая региональная неделя. Прошла она под знаком заявления министра труда Топилина о беспрецедентно высоком росте заработных плат в нашей стране. Не знаю, кто из вас, но лично я всего этого не заметил, посещая свои регионы. Вот, бывая в Ростове, я очень часто вижу людей, которые копаются в мусорных баках. А вот то, что у них выросла зарплата, мне никто не пришел и не сказал, у нас выросла зарплата. И вот федеральные чиновники, видимо, поэтому решают, что людей надо от лишних денег избавить. Именно поэтому в Ростовской области на 38%, как я уже говорил, подняли плату на капитальный ремонт, взносы. Объяснение простое. Мы решили ремонтировать больше домов. Стало быть, вы должны платить больше. Железная логика. Теперь они занимаются оптимизацией работы общественного транспорта. Причем так успешно, что половина Ростова не может ни уехать на работу, ни приехать с нее. Еще дальше пошли наши чиновники из Курской области. Если раньше семья, проживающая в старой Курской хрущевке двухкомнатной, платила за вывод мусора 60 рублей, то теперь она платит 500 рублей. Почувствуйте разницу. Восемь раз практически подняли. Восемь раз, уважаемые коллеги. Но я не могу сказать, что Единая Россия ничего не делает для блага населения. Делает, поверьте, делает. Помните, я вам рассказывал, что перед тем, как подписать заявление о сложении полномочий, губернатор Курской области подписал себе вот такое вот постановление о льготах. В том числе и о такой смешной льготе, что похоронить его надо в течение трех лет за счет бюджета, если он успеет. Вот вы не поверите, но курские единороссы не побоялись таки и отменили это. Теперь губернатор Курской области будет похоронен в любом случае, сколько бы лет он не прожил. Единая Россия в Курской области пошла дальше. Она приняла целый закон, посвященный этому отдельному гражданину. Железная логика, опять же, простая. Человек, просидевший 18 лет в Доме Советов, должен адаптироваться. Согласитесь, коллеги, за 18 лет он забыл, что такое автобус, троллейбус, маршрутка, трамвай. Он не знает, как пойти в магазин, как купить что-то. И поэтому ему обязательно нужно предоставить транспорт. Нехай пока попытается есть. На три года автомобиль. 700 тысяч в год аренда автомобиля. 8 часов в день. Дальше. Ведь он так успешно руководил областью, что благодарные куряне могут подойти и сказать ему спасибо. И чтобы это спасибо не прилетело внезапно, должна быть обязательно охрана. Охрана стоит 2,5 миллиона в год. Ну и разумеется, уважаемые коллеги, разве может человек, исполнявший обязанности губернатора столько лет, прожить на 95% от оклада действующего губернатора? Конечно, не может. Поскольку у нас в Курске все должности вахтеров, лифтеров, кого вы там еще готовите, заняты лицами предпенсионного и пенсионного возраста, то бывшему губернатору курские единороссы решили обеспечить теплое местечко в Совете Федерации. Но беда в том, что он уже отказался от мандата, когда возглавлял список в областную думу Курскую. И вот здесь, коллеги, я сделаю маленькое лирическое отступление. Здесь, в этом зале, мы приняли закон, в соответствии с которым кандидат, включенный в список избирателей, значит, для кандидатов, имеет право участвовать в распределении мандата два раза. После этого, в 2014 году, Конституционный суд отменил эту норму, признал ее неконституционной. Эти нормы потом были отменены по всем субъектам, поскольку это было признано неконституционным. То же самое сделала и Курская областная дума. Но что такое решение какого-то конституционного суда, решение которого окончательный, не подлежат обжалу, и так далее. Что такое, в конце концов, Конституция, которая говорит о том, что в России не должны приниматься законы, противоречащие Конституции, для курских единороссов. Нет таких крепостей, товарищи, которые они не могли бы взять. И наплевав на это решение Конституционного суда, Курская Единая Россия на днях принимает закон, возвращающий эту норму. Теперь господин Михайлов сможет стать депутатом областной думы. Вот такие жертвы, знаете, я говорю, вам надо просто памятники ставить за такое самопожертвование ради конкретного жителя России. Уже один депутат сложил полномочия, уже в Совете Федерации складывает представитель от Курской области полномочия. И еще два человека, которые были в списке, тоже слагают полномочия. Все ради того, чтобы он попал в это тепленькое местечко, в эту синекуру, и получил все то же самое. И машину, и квартиру, и довольно высокую зарплату. Коллеги, вот вы что вообще делаете? Объясните мне, пожалуйста. Мы зачем здесь законы принимаем, чтобы потом так наплевательски к этому относились? Под Путина не стали менять Конституцию, он пробыл два срока и все, и не стал больше баллотироваться. А тут под какого-то конкретного гражданина. Молодцы. Мне тут один депутат с трибуны вот с этой вот сказал, чтобы на совести что-то осталось, нужно иметь совесть. Коллеги, если вы будете иметь свою совесть перед каждым голосованием, то она быстро превратится в некую субстанцию, как сказал президент, с пониженной социальной ответственностью. Совесть должна просто быть. В этом случае вы не будете принимать вот такие законы, когда бедные люди в Курске платят по 500 рублей за вывод мусора, а для вот этого чиновника делают все, в том числе и нарушают Конституцию. Конституцию. 4 числа мы проводили митинг ЛДПР, день так называемого народного единства. Вы знаете, после митинга ко мне подошла пожилая женщина, как говорил Булгаков, одета бедно, но чистенькая, и обратилась ко мне с просьбой, которую я еще никогда не получал. И я не смогу эту просьбу выполнить. Она меня попросила, достаньте мне автомат, потому что я на эти рожи смотреть уже не могу. Вот к чему приводит ваша политика. Благодарю за внимание.